здравствуйте дорогие друзья продолжаем с вами прохождение по это того мод это у нас парит uber alice играем мы за шведом напоминаю прошлом ходу на объявила войну польша и хочет забрать назад свою литву также мы воюем постоянно с россии ну что господа поехали всем приятного просмотра так мы значит обороняем наш город от шведов тумблин отсюда вот поляк посмотрим территорию этот холм они нравятся немножко далеко артиллерий сюда корпус вот сюда вот хорошо вот 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 Главное подобрать место В принципе, пойдет, я думаю. Все равно буду попр... Всегда попробуем затянуть вражеские отряды. Поехали. Диспозиция у нас хорошая, я думаю. Здесь немножечко плохое расположение, но неважно, в этом холме будем добивать. Никогда не его пересекли. Бой удлинил, конечно, фронт. Немножко растянем войска. Каптилерия у нас должна бить, ни друг другу не мешать. Ну и сюда, я думаю, стянутся вражеская сила. Считаю, они идут, они не ждут. Что у нас? Давайте посмотрим. Саксонские пехотные палки. Наверное, саксонские пехоты остались. Пусть я напомню, что остальные нам посягнули, наверное. Бомбардир, где надо будет выбрать. Каптилерия. 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 так и сбоку подкрепление бомбардиры панцерная должна отбить давайте увеличим скорость и не тратить время потихоньку не сближать этот холм как только поднимутся сюда артиллерии переведу на этот холм конечно не ударят вот так вот сюда подойдут но тут у нас есть прикрытие дат флаг только не причем убедение туда кавалерии кинем так артиллерия нас открыла да артиллерия друг другу не мешает у нас нет жертв и и и и и и и и Поехали! 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 Опять же открыть огонь! Пускай панда ловит Панда ловит Покая наша трава Большой пупень Куда? Поехали! 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 Да. Дальше-ка закруглим края, чтобы обстрел шоу. Драгула, я хочу. Хорошая дорога. Багназ не забрасывай. Просто опять, что каждая нация говорит на своем языке. Это не лично продумать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну, сейчас мы все подзабьем, потом пересмотимся на фарфу. Очень доволен. КОНЕЦ КОНЕЦ РАГАДОМА Я считаю не έναс на задачу Продолжение следует... 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 Это у нас денег не осталось впечатлений вообще. Думаю, она отремонтирована. Попробуем поговорить с Немцами, да? С Россией она не захочет. Речь понятное дело. Так. Нужны данные сведения, скажем так. Так, по пускому союзу. Союзники могут покорены страны. Не хотят. Давайте так сделаем. Технологии вот эти две забираю. И угрожаю. Ну, будет, значит. Очень страшно, не вижу. Вот есть союзники. Не хер на себе. Монтовочка. Ну, я тебя разобью. Угрожаю. Потом войска пущу вот сюда. В связи с акционами, акционовой. Будут стоять с нечаянным падением. Я их давит. Уберу. Тут жопа какая-то творится в Балтике. Смотрите-ка. Карла, не двигай, потому что надо здесь двигать. Господа, напишите мне, что мы будем делать. Мы будем ждать Кронштадта. В Кронштадте нанимать военный фонд. В общем, мы вот здесь уничтожим этот Висби, построим здесь военный порт, будем здесь штамповать военные корабли, потому что, не знаю, сколько нам ждать Кронштадта, который у нас здесь никак не построится, потому что ничего не развивается, из-за того, что Россия матушка своими войсками съедает всю еду, города не могут расти, потому что голод. Скорее всего, придется нам уничтожить Висби и построить там. Так, ну что, поехали. Так, что у нас по правительству, давайте министрам посмотрим. Армия, пять звезд. Вот такой себе. Павторитет, что у нас? Больше всего Франц, Франц, армия 319 батальонов. Да, конечно. Давайте попробуем с кем-нибудь чем-нибудь поменяться ментально. Так, скажем. Прием, ну и Франция. Давайте на ее накопим денег на 1020, там надо будет. Ладно, поехали дальше. Там мой император Леопольд. Хочет получить западную Пруссию, а нам в Сиризе нет, спасибо. Сидание императора Леопольда. Сейчас я закончу с немцами, поверну армию на Сиризию, заберу ее силой, да и все. Я отдам Пруссии, скажем. Пусть там все развивается. Ты будешь, как я, для меня буферной зоной. Сиризия станет буферной зоной. Ну, в принципе, Сиризия должна отойти. Я уже закрепили. Фридрих закрепил. Скоро уже, кстати, Фридрих, наверное, будет. Через сколько это? Лет 15. Ой, опять Осман долго ходит. Ладно, паузу поставим. Итак, у нас тут в России матушка гулять решила. С множеством артиллерий. Вот смотрите, у них уже появилась артиллерия улучшенного образца. А мы еще нет. Давайте, наверное, мы не будем их перехватывать. Пусть себе там ходят. Гуляют, скажем так, у меньшиков и поляки. Ну, красота. Тоже перехватывать не будем пока, что мы не готовы. Сейчас построим оборонительность вооружения. Тогда можем нанести удар. Сейчас построим оборонительность вооружения. Пусть себе там ходит. Сейчас построим оборонительность вооружения. В этой области есть неиспользованная земля, на которой можно строить фермы. Это позволит увеличить доход области и темпы роста населения. Продолжение следует... ВСКово в Севхавен! Продолжение следует... Продолжение следует... Воскрепа, капитэн! Воскрепа, капитэн! МОНОПОЛИЯ Так, возникает новое государство, французское, торговать превосходно. Ой, тут всё горит. Так, восемь тысяч я хотел купить. Я хотел купить, купить, купить. Ферму хотел купить на восемь тысяч. Происход. Плюс два. Ну, то с дефицит меньше стало, будет посмотреть. Так, с кем воюет ГНОМЕР? ГНОМЕР Так, там флот мы раз... Значит, Россия должна была потерять деньги. Да, потеряла, на две семьсот было четыре... Попускаем. Я думаю, пускай проходит. Ничего страшного. Вот нас осадили. Вот это вот страшно на самом деле. Ну что, господа. У нас, конечно, солдат не восстановится, но мы отобьёмся, поехали. Продолжение следует... 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 Он тоже укрепляет. Севицкое ханство такое? Что, Россия, мы будем мириться? Анди, он, конечно же, побежал. У меня есть врагов в счету, как одна Россия. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, уже побежал. Так, пускай бегают. Так, что это нас? Олеговский пехот перевели к вам. Защита ближнего будет. У меня есть 14-го, вы дох 10-13-18. Блин, страшно, конечно, нападать. Большой перевес их в армию, но ничего. Сейчас, я думаю, немножечко мы наберем новых солдат. Новое войско. И пойдем. Скоро подплывет. Мы уничтожим торговую. Мне бы дополнительно сюда перебросить войска. Но я сейчас хочу поэкономить немного деньги. И купить вот это вот сведения по ходу корабле строения 2-го ранга. Потом сделаем артиллерию и пойдем на Россию. Снова артиллерию. И хочу все полки у Лельки Леонора. Ой, какая жопа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Вот куда меня до флот везти на самом-то деле. Так что бой с Россией отменяется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот жопа очень сильная. Так что... В этой области есть порт, который не был развит. Выберите тип порта для развития. Рыболовный. Будет способствовать росту населения. торговый принесёт доход от международной торговли, а военный позволит строить корабли. Блин, я вот не знаю, что делать. В принципе, мы тут можем в кораблик упасть пока что. Знаете, в чём беда, ребята? Что пираты иметь их жизни не дадут. Пускай тут стоят, но я бы всё равно эти два забрал. Продолжение следует... Продолжение следует... Что за государство, которое не может обеспечить себе свободу? Будет военный порт. Вот, построй кораблей, выбей нафиг. Не могу. Марат, вот, Маратху раздоргаем. Потому что ты жрёшь, у меня дофига. Шесть тысяч. Посмотрим. Продолжение следует... 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 Хочется заключить мир с Россией, чтобы потом она не напала, я Пруссию на их натравлю. Че-нибудь еще прикупим. Ага, я же копил. Копил, копил, да не накопил. Давайте купим. Челмок купим. Пираты, конечно, это жопа нам подгорит, конечно, но... Торговля меня сейчас подергает туда-сюда. Что я могу против них выставить? Пять судов, этого будет, к сожалению, мало, но мне бы перекинуть их. Я ничего вам не отдам. Ладно, стрем. Дайте, блядите. Мне бы перекинуть, мне бы перекинуть, видите, я в чат империю. Если бы мне бы забырали их из Сибири, я отдам Пруссию к Союзу. Ну, они меня предадут, конечно. Так вот, мне бы перекинуть корабли. Три, шесть корабли надо туда перекинуть. Все, которые у нас есть. Пять мы оставим вот там, вот против России нам может сражаться. Остальные мы перебросим. Так, Россия, матушка пошла в атаку. Что мы имеем? Мы имеем Курляндию, который нам ни хера не помогает. Имеем слабые войска. Я бы сказал, очень слабые. У них артиллерии много. Пехота. Раз, два, вот этих надо убрать. Вот этих два отряда, три отряда убрать. Довольно пехоты у них много. Мне это не нравится. Ну, что ж. Мы можем в следующем бою. Левенгаумф до сих пор жив. Ничего себе. Посмотрим, что мы будем делать с пиратами. Всем спасибо, кто был с нами, дорогие друзья. Всем пока-пока. И напишите, пожалуйста, как лучше с флагами вести боевое сражение, либо без флагов. Как вам больше нравится. Удачи.